Судя по всему, Алла Пугачева может окончательно забыть о том, что она вновь будет принята обратно России и людьми, которые ее населяют. И сколько бы Песков не целовал ее руки, ничего так и не изменится. Она навсегда останется в статусе человека, которого никогда более не захотят увидеть в этой стране. Не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут. Сегодня во всех СМИ обсуждают разговор Игоря Крутого и Аллы Пугачевой. Публика была в шоке от услышанного, но большинство пользователей сети остались на стороне Игоря Крутого. Но давайте обо всем по порядку. Уважаемые зрители, после просмотра пишите свое мнение в комментариях. И если вы согласны с мнением Никиты Михалкова, ставьте лайк на это видео, посмотрим сколько нас. А мы начинаем. Звезды тускнеют, стоит только войти не в те двери. Вот Алла Пугачева в начале спецоперации могла бы поддержать армию, что ей стоило приструнить своего говорливого муженька и сидела бы в своих сказочных грязях. Но двери скрипнули, и Пугачева сделала сознательный шаг за порог. Видимо, в какой-то момент им показалось, будто большая и великая страна не сможет без них прожить, а они смогут. Но это слишком самоуверенно и, честно говоря, глупо. Страна воюет, трудится, радуется и печалится, рожает детей, играет свадьбы и провожает близких в последний путь. Родине плевать на звезд релакантов, а что же они? После разрыва с Россией Пугачева и ее муж Максим Галкин переехали в Израиль, потом оттуда на Кипр и сейчас пытаются понять, как добиться того уровня потребления, к которому они привыкли. Это в России можно жить в замке и брать за один корпоратив по миллиону рублей. А в Израиле и Европе за выступления по прокуренным кабакам с тухлыми русофобскими шутками больших денег не заработать. Возможно, Алла Пугачева предчувствует, что скоро ей придется не только продать пресловутый грязевой замок, но и на пару с мужем давать концерты в барах. Отсюда все эти попытки королевы эстрады не просто вернуться в Россию, а как-то договориться с лояльными элитами, обкашлять вопросик, вывести со лба своего мужа и на агентское клеймо, с которым не то что в концертный зал московского Кремля не пропустят, но и в метро, и в пятерочку. А главное, за Пугачеву и Галкина никто не заступился. Не помогли наработанные годами связи, теневые товарищи, которые остались в России, прикопав на рублевских огородах карманы и фиги, разводили руками, мол, ничего поделать не можем, времена изменились. Браво, Примадонна! Браво! Очень принципиально за них не заступился народ. Русские имеют колоссальную, практически болезненную жажду справедливости. Если бы люди увидели, что государство незаслуженно обижает любимых артистов, что система творит беззаконие, то и Галкина, и его трижды заслуженную супругу, и всех этих бесконечных певцов и певичек, вымазанных блестками, внесли бы на счетах Востанкина и потребовали бы у федеральных каналов показывать их концерты с утра до вечера. Но народ иного мнения Пугачеву с семейством и товарищами не поддержали. Смей меня снимать, ты смей! На днях в сети появилась аудиозапись разговора Игоря Крутого с Пугачевой. Как ранее писали СМИ, что все разговоры Пугачевой записываются. И вот кто-то очень смышленый слил в сеть этот разговор. Если честно, то большинство пользователей были просто в шоке. К сожалению, мы не можем опубликовать эту аудиозапись в этом видео, так как не имеем на нее авторских прав. Тот, кто еще не успел услышать этот диалог, мы вам расскажем, о чем беседовал Крутой с Пугачевой. Разговор начинается так. «Алусик, привет!» «Привет, Игорек! Давно тебя не слышала, не видела!» «Как ты? Как семья?» – спрашивает Алла. «Я хорошо, семья тоже в порядке. Тут пошли слухи, что вы собираетесь вернуться в Москву. Это правда?» – спрашивает Игорь Крутой. «Да, очень бы хотелось. Все-таки родина. Дети соскучились по дому. Но с Максимом нужно решить. Подали в суд, чтобы с него сняли этого агента. Тут Алла посмеялась. Но не так все просто», – сказала Пугачева. «Алла, ты ведь знаешь, что мне неприятна эта ситуация. То, что дочь твоя Кристина продолжает лить грязь на россиян. Якобы все вам должны», – сказал Игорь Крутой. «Подруга твоя Лайма говорит, что попала, что все руки вам должны целовать. Это как понимать? Максим твой на своих гастролях высмеивает Россию. Сколько лет мы дружили? Мы ведь каждые праздники встречали вместе. Новый год, дни рождения наших детей. Мой тебе совет – оставайтесь там, где вы есть. Не возвращайтесь. Народ вам жизни не даст. Да и наши общезнакомые настроены против вас негативно. Так что, Алла, сидите там и не рыпайтесь. Мне очень неприятно все, что ваша семья говорит. Я не могу закрыть на это глаза», – сказал Игорь Крутой. После этих слов Пугачева сказала, что не ожидала такого от Игоря Крутого. Она надеялась на его поддержку и бросила трубку. В сети то и дело обсуждают этот разговор. Пользователи сети считают, что Крутой правильно сказал Пугачевой, что им нечего делать на родине. Пусть сидят там, где и сидят. Проживут как-нибудь. А что думаете вы, уважаемые зрители? Пишите свое мнение в комментариях. И не забывайте про лайк. До скорой встречи!